Сегодня мы хотим поговорить про дальнейшее будущее Европланта. Да, не хотим поговорить. Скажи, слушай. Слушай, все уже только об этом и говорят. Давай. Посмотри, я понял. Когда я тебя просила меня перебивать. Я просила меня перебивать по делу. В плане растительной жизни, садов, ну и какой-то любой другой информации. Очень длинно. Давай еще раз и то же самое, только двумя предложениями. Здравствуйте. Мы на канале Европлант Лайф. И с нами владелица садового центра Европлант Лена Полякова. И наш новый ведущий Андрей Смирнов. Лена, слушай, ну расскажи нам, что происходит в данный момент в компании. У вас, от вас ушла часть сотрудников. И всем очень интересно вообще, что происходит. Слушай, ну надо сказать, что, конечно, уход не был неожиданным. Мы уже это обсуждали, наверное, года три последних. В этом смысле меня ничего не удивило. Мы, в общем, были к этому готовы. Мы знали, что это произойдет. Обычная история, когда топ-менеджер перерастает в рамки такой вот наемной работы. Создает свою собственную компанию. У меня то же самое в свое время так было. Меня уволили, правда, но я очень благодарна своему бывшему шефу. Иначе так бы я работала бы наемным сотрудником. Происходит такое ощущение, что есть некий скандал какой-то, который не все знают и не все понимают. Ролики – это отдельная история. Все-таки Наталья была лицом канала на протяжении какого-то времени. Да, ваша звезда. До самого начала. И, конечно, люди хотели бы дальше видеть Наталью. То есть это отдельная история. Я, ну, тут нечего сказать. Это люди, это люди. Но мы хотели бы просто понимать, я думаю, нужно объяснить подписчикам канала, какие изменения грядут в компании в связи с этим. Какие планы на будущее? Ну, прежде всего, компания Европлант – это садовый центр. Мы покупаем растения главным образом в Европе, привозим их и продаем у нас в Ленинградской области. То есть эта часть, например, нашей деятельности вообще никак не была связана с нашими сотрудниками, которые ушли. Ну и, разумеется, тут не изменится ничего. Я живу в Европе, покупаю там растения, и они приезжают в Ленинградскую область и продаются у нас в Порошкино. Но дело в том, что каждый уважающийся садовый центр, он, безусловно, должен вот на сегодня считается нормой оказывать услуги сервисные по посадке купленных у нас растений, ну и, соответственно, уходу за ними. И вот как раз Наталья и ее группа, они занимались этим. Ну и, в общем, конечно, не изменится ничего, потому что у нас есть сотрудники, которые будут делать все то же самое. Они справятся. Да, конечно. Во-первых, эти сотрудники работают у нас уже 10 лет. Ну и в особо сложных случаях, конечно, мы можем приглашать экспертов-дендрологов, которых я, слава богу, знаю. В общем, никакой катастрофы не произошло. Европлан продолжает функционировать. И интересно, что у вас будет происходить осенью, зимой, весной? У вас же функционировал лекторий. Я так понимаю, что большую часть его на себя тоже брала Наталья. У вас читали лекции у какие-то специалисты. Ну, Наташа читала как специалист, но сама по себе организация вот этих лекций, семинаров, она лежала, в общем-то, на офисе. И как офис это делал, так он и будет делать. Я, кстати, хочу анонсировать. Ну, ничего не изменится. Мы будем продолжать приглашать специалистов, которые бесплатно, ну, то есть для нас не бесплатно, но для слушателей бесплатно будут рассказывать всякие интересные вещи. То есть порожки нам будут функционировать. Все, мне еще не изменится. Хочу проанонсировать. Кофе не иссякнет тоже. Да, нет. Отлично. Приезжает Королев. Сережа Королев дал мне согласие, ну, так в частном разговоре пока что. Я ужасно его уважаю как специалиста. Надо сказать, что если вот у меня лично возникает какой-то вопрос, я именно у него хотела бы получить ответ. Он для меня просто неврядный... Светило. Да, светило авторитет просто. Там очень хорошая история у Сергея. У него прекрасное образование. Он закончил в Москве и Тимирязевку, а потом в Будапеште еще сельскохозяйственный институт. То есть вот такой вот базой похвастаться у нас немного кто может. Лен, ну, расскажи нам, что будет происходить с каналом. Я очень рад, что ты, конечно, презентовала меня как ведущего, но пока что интересно было бы знать, что мы будем в дальнейшем снимать. Потому что впереди осень, зима, весна, мрачный регион России, Петербург. Никаких садов не будет. Что вообще, как ты планируешь вообще реализовывать этот проект? Какое твое видение? Да, у нас, надо сказать, что, в общем, неожиданно мне этот канал свалился на голову. Недавно и у меня нет заготовок, которые делаются обычно в течение вот вегетативного периода, назовем это так. И потом вот выкладываются зимой. То есть мы будем зимой снимать зиму. А я им не хочу рассказывать, что будет. На самом деле, есть же какой-то план. Ну, конечно, мы не случайно находимся здесь. Конечно, я работала здесь 30 лет назад. Мы не находимся в Порошкино сейчас, если бы подумали. Это не оранжерея Порошкино. Работала здесь я 30 лет назад. Очень люблю ботанический сад. И, конечно, я хотела бы снять цикл передач, посвященный ботаническому саду. Здесь очень много всяких интересных вещей. И не так много сюда приходит людей на экскурсию. Многие вообще не знают, что это крупнейшая коллекция в Европе. Многие не знают, насколько уникальное строение вот этих оранжерей. Здесь же очень много своих рекордов, как и мировых, так и общероссийских. Есть о чем поговорить, конечно. Ну и, конечно, мы снимем что-то, посвященное ботаническому саду. А все остальное я бы, пожалуй, оставила бы... Интригу сохраним. Интригу, потому что, да. Потому что формат явно меняется. Да, конечно. У нас наш формат, это был ведущий-эксперт. Теперь наш формат будет называться... Ведущий-неэксперт. Неэксперт. Интервью с экспертом. Ведущий у нас человек из народа. Это я. Мне всегда казалось, что это довольно любопытный формат. Потому что иногда люди задают такие вопросы, на которые никогда бы не пришло в голову ответить эксперту, если бы он этот вопрос не услышал. То есть то, что для нас очевидно, совершенно не очевидно для эксперта. Ну и, конечно, мы сможем обеспечить пух экспертов разного совершенно профиля, разных областей. Ну, все это, конечно, будет иметь отношение к растениям, безусловно. Ну, или к саду, скажем так. А ты будешь задать простые вопросы человеческие. Я не устаю удивляться, например, вопросу, который постепенно, который постоянно у нас люди задают. Стоит ли снимать горшки при посадке? Ну, это я просто знаю, что такой вопрос... Горшки при посадке снимать стоит? Это знаю даже я. Ну, это такой вопрос, который уже... Ну, мы к нему привыкли. Мы знаем, что он существует. Да, да. Для всех это очевидно. Ну, есть куча, да, таких же вопросов. Есть куча вопросов, да, которые я даже придумать не могу. Ну, я рассчитываю, что ты придумаешь. У меня тоже есть свой сад, он достаточно убогий. Ну, сделаем тебе нормальный сад. Прекрасно, да, да. Мне кажется, что это будет... Мы можем построить на этом определенную концепцию. Да, мне кажется, будет хорошая концепция для канала. Сделаем тебе сад на глазах у изумленной публики. Прекрасно. Мы даже всем будет хорошо, и публике тоже. Мы, по крайней мере, узнаем, как делать неправильно. Как делать неправильно, как не надо делать. На примере Андрея Смирнова. Это мы точно узнаем. Канал Европлант продолжает свою работу. Теперь вместо одного эксперта у нас будет их много. Мы будем обсуждать совершенно разные темы. И мы хотели бы от вас, дорогие наши подписчики, услышать вопросы, комментарии, пожелания по всему, что вы хотели бы обсудить. Не только относительно садов, но и, в принципе, растительной жизни. Сейчас осенью, долгая зима. Мы сможем найти массу специалистов и обсудить все темы, которые вас волнуют. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Мы очень надеемся на позитивные комментарии, конструктивные комментарии и интересное и длительное общение. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!